Привет зритель. Хочу сказать спасибо Ане и Насте за донаты. У меня нет особой темы для разговора с Хавчиком, но я где-то в два ночи не приспичила соединить клаву с компом. Миди клаву, такую пианинку электронную, которая лет 15 походу. И последний раз жёг навозник. Куда между прочим, я тебе дала покушать. А ты не жрёшь. Которую я последний раз соединяла ещё на механке. Лет так 8 или 7 назад. И больше пока не соединяла. Я нашла инструкцию по применению. У меня даже анонимус на мой клич помог, но что-то не взлетело. И сначала это ночью сделала, потом я это днём сделала. А потом я поняла, что надо бы поесть, и миди клава никуда не убежит. И что основное всё я поставила, а если что-то не взлетит, то можно прийти на тихоретник. Пока я тут прыгала с бубном, кошка, ты своими волосами в тарелку кидаешься. Надо посолить. Правда, я тут всё розовую соль юзаю, но до розовой соли надо вставать. Поэтому я посолю обычную солью. В общем, пока я прыгала с бубном, у меня щи остыли. А у меня щи, короче, зрители, я же обычно варю щи, они такие густущие. А прихожу в какие-нибудь гости, там щи, конечно, такие же густущие, но не настолько. А в некоторые гости прихожу. Там щи просто, ну, обычный такой суп, жиденький. Не, у меня тут платочек. Ах, да, надо было взять толфеточку. Я вчера к тому же разбиралась с Матеев и нашла три таких толфеточки советских, которые то ли мама, ну, мама с бабушками разделали. У меня тут уже нарезанный хлеб, но он такой продавался. Так вот, я думаю, наверное, видно эту. Сейчас я гляну. Вот эта вот кастрюля вся большущая. На три где-то литра почти полная была с щами. Я думаю, возьму кастрюлю побольше. Мне оно будет пожиже. И зафигачиваю эти щи. Делала как раз квашеную капусту, которая по рецепту моей тети, она на третий день должна была пеной пойти. Но что-то она пока еще не дошла. А может быть, эта пена, я ее не так поняла, пена пошла, но еще не в то место. Короче говоря, делала капусту квашеную. И попутно порезала капусту на щи. Ну и у меня это, как-то в итоге, получились очень густые щи. Я их сейчас даже разбавляла кипяточком. Я их сейчас с балкона доставала. На балконе так холодно, как бы. Ну, все как холодильники. Доставала, наливала в мисочку полторы поварушки. Ставила в микроволновку, грела и ела. А тут достаю. А они замерзли. На балконе вроде минус 4 градуса. Ну, как-то так, короче. Я вчера еще... У меня тут немножко мясика куриного попадается. Ну, все-все. На основе... Бульона. Из-под запеченной курицы. С карри. Ну, так вот это. Когда запекаешь курицу, там бульон остается. Ну, не выливать же он же вкусный. Когда же варишь курицу, то мясо в одно место, а бульон на суп. Поэтому я решила, что можно делать так. Кошка неудобно есть. Во-первых, есть шанс, что я на тебя накапаю. И тебе будет мокро. Во-вторых, есть шанс, что ты своими волосами опять в суп не залезешь. Набрый листик. В-третьих, может, ты потом залезешь на меня. Иди поешь супчика. Он не менее вкусный, чем когда-то коммунизировал у хозяина из тарелки. Так вот, у меня был бульончик. Там не было совсем чуть-чуть мясика. Ну, я сварила на этом счастье с щип. Тут картошка. Морковка, капуста. Я еще хотела сюда этой зеленухи положить. Ну, у меня там это, зеленая капуста замороженная. Ну, там типа салатная, что ли, фиг на салат. Этот щавель замороженный. Блин, я хотела до сада как-нибудь дойти, когда тут снег между стаивал и затаивал. И собрать этот щавель. Но сейчас он уже под снегом. Наверное, уже не вариант. Ну, и в итоге я забыла про эту замороженную капусту из морозилки достать. Морковка, картошка, капуста. Это зажарка, морковка, лучок, помидорка. На сливочном и подсолнечном масле. Короче, лучок, морковка, помидорка. И оно зажаркое на сливочном и подсолнечном масле. Плюс картошка, капуста. Не помню, ложила сюда перчик или только подумала. И еще у меня был этот салат такой. Наверное, не ложила. Там как раз вот был перчик, помидорчик, что-то еще такое. Но родственники меня угостили таким салатом. Он вкусно с макаронами. Вкусно с картошкой. Можно суп на нем сварить или просто добавить суп. И я вот это добавила его. Вроде бы все. Ну, и получились такие вполне себе нормальные щи. Единственное, что их получилось где-то на неделю с лишним. Ну, они стоят в этом на балконе обычно. Вот кусочек куриного мяса попался. Вспомнила, я хотела сюда еще петрухи положить в итоге. Ну, под конец я забыла. Я сейчас сюда добавлю тертую свеклу из морозилки. Разогрев ее в микроволновке. Что будет борщик? Я сегодня позволила себе хамство. Я даже не знаю, отзеркалить хамство. Здесь у меня один зритель. Такие зрители существуют. Я тебя смотрю, значит, я могу тебе писать в любой форме. В любой грубой форме ты должна радоваться, что я тебе пишу в такой форме и отвечать мне миленько и нежненько. Ну, знаете, не всегда приятно постоянно, ну, не всегда приятно читать постоянно вот такую ересь. Когда тебе пишут какую-то дичь, но прикрывается это... Посиди на тубареночке. Тем, что на самом деле я же не созлопишь, я просто вот весь такой... Не люблю таких. Как бы раньше я бы еще загрузилась и стала бы раньше. Вникать во все проблемы подсознания этого товарища не надо на стол лазать. И думать, как бы лучше сделать для него в ущерб своему моральному состоянию от прочтения или от услышивания вот этого всего грубого. А сейчас я как-то уже больше думаю о себе. Потому что сейчас совершенно неблагодарно за дети. Вот тебе нормально ходить так, чтобы камеры закрывать всем своим тушкой? Чего тебе не сиделось на окне до этого? Ее хвост там видно, нет? Хвост кошки. Хвост кошки. Кстати, когда она хочет прыгнуть мне на колени, она почему-то вот так вот заходит через весь стол на окно, потом ко мне. Но из-за того, чтобы просто прыгнуть на колени. Называется, мы простых путей не ищем. А лук у меня был порезанный красный, замороженный. Я что-то доставала, потому что лук, думаю, надо, он разморозится. Я делаю как раз суп и его на зажарку беру. Некоторые кусочки были крупные, порезанные. Вот в предыдущих тарелках, вчера-позавчера, мне тут вчера не получилось пообедать. Ну, в смысле, супа поедет. Я другого поела. Ну, короче, позавчера у меня и поза-позавчера, но мне попадалось, блин, а я вареный лук-то крупный все-таки не воспринимаю. В общем, я его откладывала, думаю, блин. У меня все получились прям как у бабушки такой крупный лук. Ну, и когда я его варила, у меня там подружка должна была на обед прийти. В итоге у нее что-то не случилось, ну и, в общем, на обед она не пришла. Тут же все свои. Можно, конечно, культурное сделать на ложечку, но мне лениво. Пусть лучше какая-нибудь совушка в камен так побомбит. Так. Сейчас я на паузу поставлю, потому что пока я буду тут ходить, есть шанс, что кое-кто пройдет, лапкой наступит и будет всем счастье. Короче, у меня тут грибы. Они могут выглядеть странно. Зажарка, там, значит, лук местами крупно порубленый, морковка, сливочное масло, а потом это посолнечное масло и грибы дуньки. И картошка в мешочке микроволновки. И, короче, надо это все посолить. Получилось так, у меня были дуньки. Угостили меня в выдрах родственники. И эти дуньки по инструкции от родственников отварила и заморозила. Ну, дуньки большие были, короче, я их достала из морозилки, они такие уже, ну, понимаете, как грибы вот если не порезанные выглядят. Такие все, мягкие очень. И водичка там от них отошла. Я, значит, взяла эти дуньки, слила сначала с них воду в кастрюльку, потом переложила из пакетика, а потом измельчила погружным блендером. И лук порезала, морковку из морозилки достала, разморозила, чтобы ее, ну, удобнее было как-то расфигачить. Вот что она там порезанная уже. Масло полила, и на сковородку это все фига, и грибы туда же заложила. Потом немножко сливочного масла добавила. Ну, не посолила, но, видимо, мало посолила. Они у меня периодически мешались и томились под крышкой. Я еще хотела засечь время, сколько это все действие было, а в итоге что-то отреклась и забыла. Ну, и тут у меня было вообще три картошинки, но одна такая маленькая, ее когда чистила, там какая-то фигня была, я врезала, и она в итоге слегка подсохла. А мы что-то очень полюбили, кошка, в смысле, вареную картошку. Причем не абы какую, а в мешочке микроволновки. Ей, по ходу дела, даже больше нравится Эли, а может, мне и та, и другая нравится. Ну, в общем, я либо в очистках делала, очищаю, горячую сразу ем, либо очищаю, уже без очисток, ее туда испогачиваю. Ай-ка, вот, ей что-то полюбилась эта картошка. Стоит только достать, как она уже тут же, будто это вот еще быстрее, чем от мяса. Прям деликатес какой-то. Возможно, было слышно, как звезда орала на улице. Спасибо зрительнице за идею называть таких звезд звездами. Звездюк. Так вот, я достаю картошку. И две как бы нормальные картошинки, но небольшие. А одна такая уже, и она тут же к этой картошке, ну, я взяла эту маленькую картошинку, разломила, и мы ее, по ходу дела, уже сожрали. И себе просто порезала на четыре части. Положила грибов. И вот хомяшу. По идее-то, надо было бы порезать грибы, ну, допустим, и вместе с картошкой обжарить. Ну, что-то как-то я то-се. Да даже то, что они измельченные, можно было просто жало картошки зафигачить. Скакала от кухни к компу относительно поставить какой-нибудь драйвер и попробовать подключить медиклаву, чтобы она заиграла. TRX49, если кому интересно. M-Audio. Когда-то за четыре с половиной тысячи, почему-то я вчера вспомнила, за сколько я ее покупала, в 2007 году, в конце, покупала. Ну, где-то, может, не в конце летом, скорее всего. В общем, как покупала. У меня тогда была девчонка знакомая, ну, в смысле, дружили бы. Сотра моя однокласская одной. И она училась, или работала, я уж не помню, в Москве. Училась вроде. Ну, и часто наведывалась сюда. Я тогда, кажется, ну, как, то ли выгуливала ее собаку, то ли кормила ее кошку, фиг знает, у нее только кошка, то собака была. Был у меня ключ от ее квартиры, я к ней наведывалась, ну, и это, делала то, что попросили. Прискуточки поливала. Ну, я в интернете что-то заказала. В интернете тогда выходила с почты, либо с нее. Ну, как бы, заказала эту клаву, но так, что с доставкой по Москве можно было только тогда сделать. И она забирала, а потом, когда приезжала в угли, чтобы в один из своих приедов привезла мне эту клаву. У меня даже есть одна тема, которую я играла на этой клаве, записывала, видимо, через комп. И когда скинула тогдашнему адепту, мы сейчас с ней нередко общаемся, вы не забыть бы у нее в начале декабря, день рождения, она будет ее поздравить. Адепта. Она сказала, что это похоже, как лошади скачут по берегу, к дышку. А там просто, как бы, ну, записался еще звук от клавиш от самих, от нажнача. Ну, я дальше в эйфет, кажется, наложила уже одно на другое. Как длинная аудиодорожка. И вот вчера ночью, точнее, сегодня ночью, я вдруг внезапно узнала, что та дырка, которая есть, ну, там, как бы, включение, дырка под USB, чтобы отпитался от компа. И еще одна дырка. Я как-то никогда не обращала внимания, ну, дырка и дырка. А еще там дырка есть под наушники где-то. Оказалось, это дырка до пидарки. Дипестрический. Который имитирует как раз вот пианинку. Такую пидарку я тут видела, когда по телеге, по видео, смотрела распаковку товарищем его электронного пианинки. Не в том плане по телеге, по видео, а вот как по скайпу раньше по видео общались, вот по видеосвязи, короче, с помощью телеги. Ну, и в итоге я подумала, что лучше быстрее, менее геморренно почистить картошку, сунуть ее в микроволновку в момент, когда суп уже растает и будет согреваться. И грибы уже подойдут. Там еще, кстати, есть не раз или назад эти грибов. Я еще думала, у меня же там салат еще есть. Я думала, может, еще салат к этим грибам поставить, но в итоге я про салат только сейчас что-то вспомнила. Надеюсь, у меня там чайник не остыл. Надо сейчас сообразить что-нибудь это, что попить, короче. Я сейчас снова отруглюсь малость. У меня тут остатки пуэра 30-летней давности. Ну, тут, который я покупала за 400 с лишним рублей, за 50 грамм. Газетка под финики и два этих бразильских ореха. Ну, еще у меня тут есть. Их можно тоже запоить. Надо только сообразить, куда сразу сунгучила этот самый ключик. Кстати, если кому-то нравится звук, ну, может, есть те, которые любят не только хавчик, но и АСМР. Вот этих орехов. Можете подписаться на меня, на Бусти, на АСМР 200 рублей в месяц. Либо, если вы не из России, стать моим спонсором, как Амина и котейка параноид на YouTube. И это самое. Куда же я куча что делала? И получать более ранний доступ к АСМР. Кстати, там же можно подписаться на хавчик, как Дима и Гриша. И получать более ранний доступ к Мугманкам. Ну, и, соответственно, и то, и другое будет, либо то, либо другое, на что вы подпишитесь, будет чаще выходить. Ну, и я как бы, опять же, спасибо Ане и Насте. Это я отправила в копилочку на видеокамеру дизлай осмокопиту. Мне сейчас 16 с лишним тысяч. Учитывая, что полноценную ну, можно купить за 25, сейчас назло, если еще не купили ее. Она редко так бывает. Можно купить такую же за 27 комплектацию обычную, классическую. На ДНС она там 27 тысяч стоит. Можно купить за 40 плюс-минус комбо. Там микрофончик внешний, еще что-то, еще что-то. Вот все это прибудло. Если, допустим, на комбо замахиваться, это больше, чем 35 тысяч из начальных, то где-то вот одна треть уже есть на камеру. Спасибо. Так вот, если ты, зритель, хочешь приобщиться к моим спасибо в титрах таким-то, таким-то за донат, либо спасибо моим видео либо просто приобщиться и почаще видеть какие-то ролики на МСМР, Монбанк, ты можешь вкинуть меня донатом. Вот здесь вот будет облачко и там значит будет перечисление Донатейшн Аналерт, ВК, Емони, Биткоин, если вдруг он у тебя есть, или подписаться на Бусти, или стать моим спонсором, или как-то иначе. И ты меня мотивируешь снимать видео, и тебе хорошо, и мне хорошо. И можешь просто там что-то задонатить и написать, я жду такой-то там АСМР, да, или какой-то там ролик. Я так это подорвусь, если я дома и при этом физически нормальная, ну в смысле не помираю в очередной раз, и никаких-то суперслужбек нету, то сяду записывать. Да, и спасибо Ольге за донат, когда меня кинули этим... Когда Ольга кинула меня донатом, я поняла, что надо подорваться, встряхнуть свое сонное состояние и смонтировать какой-нибудь ролик. Так запеканка, которую я делала еще в конце сентября вышла внезапно на канал. Та самая рисовая. Если, теперь у тебя завалялся вареный рис, ну ты сварил много риса вареного, вариса, точнее, много сварил, и кемлюк остался рис или рисовая каша, то не выкидывай, можешь сделать вкусную запеканку сладкую. Протещено на мне. Я нашла случайно в рецепт в интернете, ночью искала, можно ли что-то сделать, и нашла сначала текстовые лица, потом видеолица. Немного изменила под себя и швояла. Может, кто-то думает, что она вышла как-то неказиста, до чего-то билия изюма и шелковицы в хвостляре. Но была она очень вкусная. меня спрашивали прям АСМР с шоколадом, ну вот эти плитки шоколада покупки и конфетами, чтобы пошушать. Ну такая тема, я делаю шоколад сейчас сама, я мармид еще не монтировала, но я фоточки скидывала в Терегу и Инстаграм. Ссылочки на них ты можешь найти в инфобоксе, так же, как ссылочки на донатик. Так вот, я стала делать, наконец-то сбылась мечта меня. Я давно мечтала делать шоколад сама. Поэтому покупного шоколада у меня нету. Ну а так, меня, как же, угощали пару раз шоколадки, но они как бы без упаковки уже. Просто плиточки были. Динарская подушка принесла, Динарская просто угостили, потому что люди, которым дарят периодически шоколад, они едят только молочный. А я ем горький. Ну, просто я и молочный люблю, горький я тоже ем. Я обычно, когда у них бывают горький шоколад, я им что-то делаю, или просто так, они мне сбагривают этот горький шоколад. А вместо конфетов я вот сейчас финики покажу. Там видно, да? Финики. орехи. Или он орехи. Мне кажется, я вспомню, куда я нагладить этот шоколад. не сочтите за то, что я выпендриваюсь. А я покупала за 540 рублей за килограмм на пополам сетей. Это орехи бакадамия. Свежий урожай. Вкусные. Лучше покупать осенью. Он зрелый, вкусный, дешевый. И орехи. Лучше покупать осенью. Они свежего урожая, вкусные и можно найти недорого. Для 540 последний нас покупала полкило на двоих перьевого ореха. Эти 550 были бакадамия. Ну, тоже 275 срыла или 270. Не особо дорого получается все равно. Против допустим летом или весной то же самое за тысячу или больше. Или вообще тысячи за две. Поэтому зрители если у тебя есть возможность покупать на зону или вайберис потратить немного времени. Просто я делаю как определенную сумму выставляю до цена и вес 500 или килограмм. Из того, что есть из ассортимента и по отзывам выбираю то, что мне интересно. И заказываю. это намного лучше я считаю чем покупать химические витамины. Или какие-то невнятные базы. Или конфеты E666 и паримовое масло. От которых у меня от одного все чешутся от какой-то там E-шки. А от другого вот здесь все стоит. я прям плю жесткое состояние. Это пармалово масло. Поэтому у меня нет сушащих упаковочек. Но если ты очень хочешь такое смш, ты можешь это исправить. А для этого требования есть инфобокса. Единственное, что если решишься это исправить в виде почты России скинь требования отслеживания, потому что до востребования мне ничего не придет. В смысле никакое уведомление. А на почте посылка лежит две недели только. А если нет до востребования от грязи этому адрес, то нас даже не носят уведомления. А так я через приложение почты могу отследить. Вот я сейчас жду флешку для будущей камеры садика. Она где-то вот уже пересекла границу России. Я обычно ем не более шести орешков с этой покупки. Так-то можно до 15 штук и хлопать сутки. Но мне в принципе шести хватает. даже как я уже год с костиком с небольшим костиком ем бразильские орехи каждый день либо по штучке либо по две штучки в костиком вот как луковка или как шапочка на кул шариф ну вот эти вот купола нет здесь пакетик под шкур можно что-то отварить и ими ароматизировать а можно просто смешить потом сад и шить теперь звуки грибки в подъезде орет какой-то звезду ты кстати зритель любишь финики я одно время тащилась от свежих фиников коробочках которые там продавались ну и сейчас наверное продаются в одном магазине раньше назвался миндаль там куча было всяких специй орехов прочего отребухи потом я скинула для себя финиковую пасту иногда мне попадалась финиковая паста очень плохого качества иногда я забывала она лежала я ее как бы брала мяла обваливала в семечках кунжуте там в каких-нибудь молотых орешках раз конфетка но что-то мне не тянет на финиковую пасту но внезапно мне приспичило фиников на финиковую пасту не тянет а фиников хочется в магазине в магазине финики какого-то странного вида либо цена какая-то слегка кусается магнитик либо вообще м-300 лет но есть такие сорта фиников которые я просто не люблю я любила такие не рудя капкап называется ну или типа того похожая короче то я это решила нашла в итоге на озон что-то меньше чем за 200 рублей 195 или как-то так и доказала у меня из всего пакета именно вот этих фиников те были свайперс они были вкусные вообще без сучка и задоринки один был финик очень сухой а один был финик как с песком всем который на земле режет песок но я подумала что ладно уж не все равно дешевле чем те поэтому пару фиников можно и просить а вот этот финик походу дело без косточки а вот здесь все-таки косточка есть но они все как бы с косточкой в общем один финик без косточки был без косточки атака без косточки и только без косточки с косточки с косточки Тоже боялась. А поэтому финики не ела. До определенного времени. Липко. Я налила еще чашечку поэра. Еще у меня тут есть курага. Размоченная. Я ее обозревала, но еще не монтировала. У меня есть лесные орехи из нашего огорода. Надо их как-нибудь почистить и пожрать. Еще у меня есть кедровые орехи. Я в салат добавляю эти самые. Грецкие орехи покупала на Вайберс. Они тоже были в обзоре. Которые я еще не смонтировала. Но она кислая, эта курага. Я не знаю, может она всегда должна быть кислая. Ну, в смысле, всегда была кислая. Я ее размачиваю. У меня даже есть еще арахис. У меня нет только пекана, кащу. И миндаля. А я вообще все старше отнес. Ну, некоторые, конечно, менее кислые. На большинство очень кислые. У меня, короче, есть подруга, с которой я не видела с 16-го года в реале. Потому что она переехала отсюда в Калининград. А в Калининграде я была последний раз зимой в 16-м году. В 2016-м. Если бы кто-то не догоняет. Кто решит, что с 16-го года вообще вот с наступления этой эры. Десять тысячи лет назад. Так вот, когда я жила здесь. А мы познакомились, когда мне было 18 лет. Я в Лито местное пришла. К одной библиотекарше, которая уже не жила. И ходили друг к другу в гости. Когда я к ней приходила в гости, у нее очень много было к чаю. Размощенных сухофруктов. Тумкурага, чернослив, как он звать-то его, инжир. Что-то какой-то... А, это шкурка такая. Суховатая. И вот в мисочке всегда вот так было как-то... Я там какое-нибудь печенье приносила, мед там к чаю. Я еще любила печенье клейки зыбкой. Но у них в мисочке всегда были вот эти вот... Чего тут все булькает. Были сухофрукты. Сейчас пойду мать ее выгуливать. А потом уже приду и смонтирую этот ролик. У меня вообще тут еще лежит 4 мандарина и большой мандарин. Ой, у меня же еще есть зеленые эти. Они еще не сдохли, интересно. Надо посмотреть, что я с ними буду назад делала. И уже что-нибудь сделать, а то откинутся бедненькие. Они уже прилично лежат, эти фейху... Может, с ними какой-нибудь смузи можно сделать. Спасибо тебе, зритель, за компанию. Надеюсь, ты пожрал. А если еще не пожрал, то жри скорее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...